КОНЕЦ Никаких переговоров с преступным режимом теперь точно не будет. Слушаем Путина. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чём с ними вообще можно говорить? Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. ВСУ контролирует в регионе 28 населённых пунктов. Глубина проникновения украинских формирований на территории Курской области 12 километров, ширина фронта 40 километров. 180 тысяч человек подлежат эвакуации, две трети от этого числа уже выехали. Ещё две тысячи остались на оккупированной ВСУ территории. Их судьба пока неизвестна. ВСУ предпринимают попытки расширить плацдарм в регионе. Минобороны сообщило об отражении атак противника у населённых пунктов Мартыновка, Борки и Коренева. Прошу, Юрий Анатольевич. Ну, если говорить о операции в Курске, которую сейчас проводят украинские военнослужащие, нельзя не сказать, что операция планировалась давно. Это хорошо спланированная операция. В ней участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы. Там тысячи военнослужащих, сотни единиц бронетехники. Я хотел сказать несколько слов о реакции Запада. Вот когда ВСУ атаковало нашу Курскую область, Олимпиада ещё не закончилась. Мы не услышали ни одного призыва к Олимпийскому перемирию. К нам это обращали, а здесь начинается вторжение ни одного слова. Молчит Макрон, молчит премьер Великобритании. Все молчат. Субтитры создавал DimaTorzok